Евросоюз не должен платить за выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил МИД Франции. Возможных убытков опасаются и бельгийские компании. Почему американские санкции против Ирана затронут европейцев, расскажет Елена Абрамович. 600 миллионов евро. Таков объем бельгийского экспорта в Иран за прошлый год. Компании Бельгии оживили сотрудничество с Ираном и вложили в это немало инвестиций. После заключения соглашения в 2015-м, оно, напомню, снимало санкции с Ирана в обмен на свертывание ядерной программы. Теперь, после выхода США из договора, пострадают все предприятия, которые хотя бы частично сотрудничают с Ираном и Штатами. Это плохие новости для ряда фирм, например, производителей самолетов. Нефтяные компании также пострадают. И это повлияет на цену нефти. Думаю, в ближайшие несколько дней рынок покажет результат. Это подрывает стабильность. И экономическую, и политическую, заявили западные лидеры. Ведь выход из соглашения нивелирует основное правило мировой дипломатии. Договоренности должны соблюдаться. Это соглашение является результатом 12 лет работы, очень длительного дипломатического процесса. Да, возможно, оно далеко от идеала. Однако, я считаю неправильным выход из договора, который был согласован, и за который проголосовали единогласно на заседании Совета безопасности ООН. О выходе из соглашения американский президент заявил еще в январе. Мол, Иран не соблюдает обязательства, и США готовятся возобновить санкции уже 12 мая. Европейская тройка, Германия, Франция и Великобритания несколько месяцев пытались переубедить Трампа, но тщетно. Когда он что-то обещает во время своей кампании, то это выполняет. Он вышел из Парижского климатического соглашения и теперь из иранской ядерной сделки. Я понимал, что так будет, но мы можем поработать над чем-то большим, если США мало ядерной сделки 2015 года. После волны беспокойств Дональд Трамп все же проанонсировал новую ядерную сделку, которая позволит США проверять иранские базы. И заверил, для иранского правительства это будет более выгодное предложение. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.